Привет! Меня зовут Марина Новикова, я визажист. В этом видео я расскажу, как правильно делать макияж бровей и губ. Для макияжа бровей мне понадобятся карандаши Enigma в оттенке Taub и коричневый. Оттенком Taub я начинаю рисовать бровь от основания до высшей точки. Я прокрашиваю пробелы между волосками и также параллельно работаю с нижним контуром бровей, чтобы сделать их симметричными. Чтобы избежать четких линий, я обязательно прочесываю брови щеточкой. Карандашом в оттенке коричневый я достраиваю недостающую часть брови и затемняю хвостик. Карандаши для бровей Enigma представлены в двух оттенках. Один оттенок называется Taub. Хорошо подходит блондинкам, светло-русым и среднерусым девушкам. Цвет карандаша коричневый подходит темно-русым и брюнеткам. После того, как вы прокрасили все пробелы в бровях, прочесываете волоски по росту. Можете зафиксировать это прозрачным гелем, можно просто оставить их уложенными и аккуратными. При макияже бровей очень важно соблюдать такое правило, что основание брови должно быть растушеванным и плавно начинающимся. Пропорции брови такие, что тело брови составляет две части, хвостик одну часть. Самое темное место в брови будет как раз в этой части, где форма приобретает изгиб. Дальше по тональности темным будет хвостик и самым светлым будет основание брови. То есть у вас должен получиться плавный градиент от самой высокой точки брови, которая является самым насыщенным местом, к мягкой растушевке основания. Основание и хвостик брови должны лежать на одной прямой линии. Следующий этап это макияж губ. Для этого мне понадобится стойкий карандаш и блеск для губ. Я выбираю карандаш для губ в оттенке холодный розовый. Я начинаю макияж губ с создания контура. Важно наметить центр. Затем отрисовать галочку над верхней губой. Далее мы проводим линии параллельные центральной. Рисуем их на верхней губе и продолжаем на нижней. Соединяем снизу прямой линии. Так мы отрисовали центральную часть губ. Теперь мы соединяем уголок верхней губы центром. И контур нижней губы мы рисуем наоборот от центра к уголкам. плоскостью карандашного грифеля мы растушевываем контур на всю поверхность губ. В этом случае я взяла карандаш в оттенке холодный розовый, так как мы выполняем дневные версии макияжа и более темные цвета здесь были бы неуместны. Консилер мне нужен для того, чтобы почистить карандашный контур до того, как я нанесу помаду. Ухаживающий консилер Enigma в оттенке бежевый отлично маскирует темные круги под глазами и подстраивается к любому оттенку кожи. Этот способ особенно актуален, если вы работаете с темными или яркими цветами помад и карандашей. Для макияжа губ поверх карандаша я буду использовать блеск Enigma в оттенке сочная ягода. Блеск для губ Enigma в оттенке сочная ягода содержит большое количество ухаживающих компонентов, очень комфортен в нанесении и цвет подходит абсолютно всем. Для того, чтобы сделать макияж губ более стойким, вы можете промокнуть первый слой продукта салфеткой, припудрить и нанести продукт снова. Макияж бровей и макияж губ готов! Макияж бровей и макияж бровей и макияж бровей и макияж бровей и маркетинг.